В эфире программа «События» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. Что за напасть? Во Всемирный день пациента ищем ответ на вопрос, когда же закончится эпидемия гриппа. Самара не резиновая. Миграционная служба обнаружила в городе квартиру, где было прописано 300 человек. Есть что показать. Эксперты спорят о перспективах внутреннего туризма. Смотрите чаще в небо. Самарцы сегодня могут сделать уникальные фото МКС. Классика над Волгой. Организаторы фестиваля рассказали, чем будут удивлять в этом году. Пик эпидемии ОРВИ и гриппа еще не пройден. Порог заболеваемости в регионе превышен почти на 40%. Вирус перекинулся с Самары на районы. Всего в области заболели 30 тысяч человек. Участились случаи так называемого свиного гриппа. С таким диагнозом сегодня более 500 человек. С начала года от этой инфекции уже умерли трое. В Самаре ситуация налаживается. Заболевших 11,5 тысяч. Еще неделю назад их было больше. Отчасти снизить число инфицированных, половина из которых дети, помог карантин в школах, который длился более недели. Чтобы сохранить здоровье, эксперты советуют, как можно меньше находиться в людных местах, чаще мыть руки, есть витамины. Если болезнь все же настигла, обязательно обращайтесь к врачу. Но все же главным оружием против вирусов специалисты считают прививки, которые нужно делать заранее. Чем раньше начинается прививочная кампания, тем быстрее формируется иммунитет у человека, и тем лучше он входит в период эпидемического подъема. Потому что, сами понимаете, если, например, прививаться в декабре, минимум в две недели формируются иммунные тела, а тут начало подъема, соответственно, смысла никакого нет. Очень часто развиваются осложнения, и самое грозное и частое осложнение – это пневмония. И настолько быстро она развивается, что в течение 24 часов уже, может быть, понадобится механическая вентиляция легких. Если грипп – заболевание сезонное, то рак может настичь кого угодно в любое время. Но сейчас с ним уже научились бороться. За последние два года в регионе снизилась смертность от онкологии. Сегодня в Самарском онкоцентре, как и во всем мире, отмечают Международный день пациента. Он был учрежден в 1993 году и призван привлечь внимание к проблемам тех, у кого сложности со здоровьем. Как людей со страшным диагнозом возвращают к нормальной жизни, увидела Алина Чемерес. Рак – не приговор, уверена Анастасия Великанова. Страшный диагноз ей поставили в прошлом году. Побороть болезнь девушке удалось. Сейчас Анастасия проходит реабилитацию в областном онкоцентре. Рассказывает, увидев заключение, врача была в шоке. Но вскоре поняла, главное в трудной ситуации не опускать руки и не оставаться наедине с собой. Когда заболеваешь, многое переоценивается. Это также отношение некоторых людей. Я пересмотрела, когда заболела. Кто-то остался, кто-то исчез из моей жизни. Я хочу сказать спасибо всем, кто был со мной рядом. Медики уверены, половина успеха в борьбе с онкологией в руках пациента. Важно настроить его на выздоровление. Для этого в онкоцентре работают медицинские психологи. Их задача – дать человеку силы, чтобы победить рак. Раньше, когда-то давно, считалось, что пациент такой пассивный участник, и от него мало что зависит. Сейчас приходят люди к тому, что многое зависит и от пациента, и от настроя его, и от того, что он сам делает для того, чтобы лечиться. То есть, насколько он может помогать врачу. На вооружении врачей авторские методики стресс снимают музыкой и сеансами арт-терапии. Первое, что терапевт просит сделать пациента – нарисовать свое эмоциональное состояние. В данном случае цвет не имеет никакого значения. Все дело в образах. Порой даже непонятно сразу, что изображено на бумаге. Это необходимо для того, чтобы человек познакомился со своим состоянием. Это уже первый шаг на пути к выздоровлению. В Самарском областном онкоцентре на учете стоят более 80 тысяч человек. В основном у них рак кожи и кишечника. Несмотря на то, что болезнь молодеет, большинство пациентов онкоцентра – люди за 50. За последние годы в регионе смертность от рака снизилась. В том заслуга самарских врачей. Почти две трети пациентов у нас сейчас появляется в первой-второй стадии заболевания. Весь комплекс мероприятий, начиная от диспансеризации, профилактической работы, активной работы, в том числе онкологической службы области, она привела к тому, что мы не только улучшили качественные показатели, но и позволили сохранить жизнь наших пациентов, жителей Самарской области. Чтобы лечение пациентов было эффективнее, обучающие семинары проводят и для врачей. Это нужно и для того, чтобы не допустить так называемого профессионального выгорания. В день, когда во всем мире обращают внимание на проблемы больных людей, в Самарском онкоцентре прошла научная конференция, посвященная особенностям палеотивной помощи. То есть тому, как, прибегнув к медицине, облегчить страдания безнадежному пациенту. Алина Чемерис, Станислав Левин, События. Импортозамещение в туризме – новый тренд времени. Россияне меняют заграничный отдых на отечественный. Как повысить рейтинг Самары в списке самых посещаемых городов? Предложений много. Это и развивать курортный отдых на Волге, и событийный туризм. Различных праздников и фестивалей в регионе насчитали почти две сотни. Чего не хватает в Самаре для статуса туристического центра и как будут продвигать город на международной арене, выясняла Марина Кравцова. Сделать из Самары город-курорт. Амбициозные предложения выдвигают туроператоры. Жемчужина на Волге, обрамленная золотыми пляжами, может стать Волжской ривьерой для туристов из других регионов. Самара – это единственный город на Волге, которому Бог дал набережную такую, такие пляжи в центре города и с достаточно приличной инфраструктурой. Потому что ни Волгоград, ни Ульянов, ни Казань, да, они не имеют пляжей, по сути дела. За последние два года россияне стали меньше ездить за рубеж и теперь задумываются, как интересно провести отпуск на родине. И в этих условиях у Самары есть шансы стать одним из центров туризма. У города для этого есть все – и архитектурные памятники, и богатая история. Сюда это все фотографируется, выкладывается в интернет, все эти инстаграмы, ВКонтакте – это замечательно. Чем больше этих фотографий будет ходить, чем больше все это будет показываться в интернете, тем больше будет возрастать туристская привлекательность нашего региона. Тем больше к нам приедут гостей. Сто туристов в год обеспечивают одно рабочее место в городе. А один турист за сутки в общей сложности, учитывая и налоги, приносит региону около четырех тысяч рублей. И возможность заработать у Самары есть. Но не хватает грамотного пиара среди целевой аудитории. Имеет смысл продвигать отдых на Волге, может быть, какие-то активные виды досуга. Если мы говорим о международном продвижении, то надо продвигать что-то абсолютно уникальное. То, чего нигде нет. И у Самары уникальное есть. Европейцев и туристов из Азии тянет космическая сила. Тема освоения космоса, научных разработок и ракетостроения – самарский бренд, который будет востребован на международном туристическом рынке. Ведь эти маршруты еще и необходимы городу знать историю хорошо своего города, понимать, из чего складывалась наша сегодняшний день слава региона космического региона с промышленным потенциалом, образовательного и научно-технического центра. Еще один плюс в туристическую копилку Самары – предстоящий чемпионат мира по футболу. Помимо масштабных проектов благоустройства и реставрации исторических зданий, федеральный центр готов поддержать города-организаторы в том числе и по созданию туристических маршрутов. Пока национальная валюта проигрывает паре доллар-евро, у туристических компаний и впрямь есть уникальная возможность превратить минус в плюс, развивая внутренние направления. Главное, чтобы туроператоры ею воспользовались. Пока на валютном фронте без глобальных перемен. Андрей Трой с последними сводками. Здравствуйте. Не знаю, радоваться или нет, но падение рубля замедлилось. Основные валюты подорожали всего на несколько копеек. На 12 февраля Центробанк установил курс доллара США на отметке 79,11 рубля. Курс евро – 89,34 рубля. Нефть снижается, но все еще не пробила отметку 30 долларов за баррель. Сейчас за бочку сорта «Брент» дают 30 долларов 50 центов. Золото стоит 3008 рублей за грамм. Серебро стоит 39 рублей за грамм. Минэкономразвитие ожидает инфляцию по итогам февраля на уровне 8%, а россияне боятся вкладывать деньги в валюту. На сегодня это все. Удачи в делах. 151 резиновый адрес ликвидировали в Самаре. Так сотрудники иммиграционной службы называют квартиры, где по документам прописаны десятки, а зачастую и сотни человек. Дело в том, что трудовые мигранты должны на время контракта иметь регистрацию. Этим часто пользуются владельцы недвижимости, которые, разумеется, не бесплатно прописывают у себя иностранных гостей. При этом живут гастарбайтеры в других местах. С этим явлением, получившим широкое распространение, в последние годы активно борются. Сотрудники областного УФМС зарегистрировали в Самаре антирекорд. По одному адресу по бумагам числилось 300 человек. Во время последнего рейда надзорные органы выявили еще две квартиры с фиктивными прописками. Хозяева жилья уверяют, что стали жертвами недоразумения. Более того, собственница одной из помещений пояснила, что никогда их там не видела. И, скорее всего, они были поставлены на миграционный учет с нарушением требований законодательства о миграционном учете. В данном случае мы приняли решение о проведении проверок в отношении данных граждан Российской Федерации, которые поставили их на миграционный учет. И по результатам будет принято решение о привлечении к административной ответственности. Президент Владимир Путин подписал указ о назначении целого ряда сотрудников силовых структур, среди которых МЧС, МВД, Следственный комитет и ФСКН. Новый руководитель Самарского ведомства Сергей Масюк заявил, что большую роль в работе отводит сотрудничеству с прессой. Команду менять не собирается и в работе предпочитает начинать с главного – перекрывать каналы поставки наркотиков, а не только задерживать мелких дилеров. А теперь коротко о других темах дня. Секретный марш-бросок. В Центральном военном округе прошли учения. Военные отрабатывали скрытое перемещение на расстоянии до 300 километров. Маневры контролируются с помощью авиации. Армейские расчеты и экипажи отрабатывали также общение командования с подразделением по защищенным каналам связи. Марш-бросок – это часть внезапной проверки боевой готовности второй армии. В учениях приняли участие более 3000 человек и около 400 единиц техники. Жители Самары осудились за участие в террористической организации, сообщает Следственный комитет. Приговор вынесли 26-летнему Наильчуке Ямеддинову. С 12 по 14 годы он являлся членом международной организации «Хизб-Ут-Тахрир-Аль-Ислами». Эта международная пан-исламистская политическая партия признана в России террористической. Мужчину приговорили к наказанию в виде 4 лет 4 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Оторваться от дел земных и взглянуть на небо. Сегодня уникальная возможность увидеть МКС – Международную космическую станцию с Земли. Причем невооруженным взглядом и даже посмотреть детали выпало самарцам. Пролет МКС – явление эффектное. На небе появляется сверхяркая звезда, которая плывет с запада на восток. Часто МКС имеет такую сильную яркость, что ее принимают за НЛО. Лучше всего такие пролеты наблюдать после заката, когда стемнеет окончательно или же перед рассветом. Именно в это время блеск отражающих элементов станции наиболее сильный. Узнать, во сколько МКС будет пролетать над вашим домом, можно из таблицы, размещенной на сайте. Красный маршрут приведет в Самару китайцев. Представители туркомпании КНР и Департамент туризма Самарской области подпишут соглашение в рамках этого проекта. В Китае десятки миллионов людей выросли на советской литературе и кинофильмах. Многие из них мечтают побывать в России и увидеть наследие СССР своими глазами. Для них разработан межрегиональный туристический проект «Красный маршрут». Культурно-познавательная программа, которая предполагает посещение туристами Москвы, Ульяновска, Казани, Санкт-Петербурга и теперь Самары. Самарский ботанический сад получил статус особо охраняемой природной территории. Также в перечень памятник включены Самарская усть и Преображенская степь. А у памятника природы Муранский бор изменились границы. Классика над Волгой в этом году пройдет в последний раз. Не пугайтесь, дорогие меломаны, фестиваль останется, изменится только название. Каким оно будет, пока держится в секрете. Визитная карточка Самарской области 9 лет прославляет регион и популяризирует классическую музыку. С 19 по 23 июня в уникальном формате, под открытым небом, на фоне Жигулевских гор и речных просторов, музыканты из нескольких стран мира объединятся и подарят зрителям свое творчество. С прошлого года фестиваль поддерживает правительство Самарской области и Министерство культуры. За годы его существования классику на природе прослушали тысячу людей. Организаторы обещают удивлять не только громкими именами в мире классической музыки, но и формами подачи произведений. Уверяют, что фестиваль будет интересен и поклонникам классики в чистом виде, так и тем, кому ближе альтернативные мелодии. Фестиваль для меня это совершенно открытое пространство. То есть фестиваль это не то место, где надо, например, не называется академический фестиваль, где обязательно надо, чтобы все было абсолютно в афраке или бабочке и так далее. Фестиваль это то место, где может быть все. Для меня, как художественный руководитель фестиваля, больше волнует, чтобы все, что мы представляем, это будет на самом высоком возможном уровне. Самара – родина баяна. Этот факт научно доказан. Если кто-то еще сомневается, самое время посетить концерты фестиваля «Виват Баян». Конкурс ежегодно собирает более 200 начинающих музыкантов. А открыл его концерт известного во всем мире дуэта «Баян Микс», который в этом году отмечает свой 10-летний юбилей. Несмотря на аншлаг, Ольге Морозовой удалось раздобыть контрамарку. На сцене битва титанов баянного искусства. Сергей Войтенко и Дмитрий Хромков сошлись в поединке, где победитель только один – музыка. Во многом благодаря дуэту «Баян Микс» народный инструмент стал популярен во всем мире. Свою любовь к нему Сергей Войтенко передает начинающим музыкантам. Это он в начале нулевых и придумал фестиваль «Виват Баян». Посмотрите даже по Самарской области. У нас сейчас конкурс на баян на аккордеонную школу, а два человека на место. У нас будет особый концерт, он состоится в апреле. Он будет называться «Самара. Родина баяна». Мы соберем всех баянистов с Самары и Самарской области. И отпразднуем, жахнем здесь большим оркестром. Около 150 человек будет на сцене филармонии. «Виват Баян» как конкурс собирает музыкантов со всей страны и из-за рубежа. Победители отправляют на стажировку во Францию. Около 90% участников остаются в профессии. Поступают в музыкальные училища и консерватории. Фестиваль поддерживает областные и городские власти. Фестиваль посвящен 165-летию образования Самарской губернии, 430-летию образования Самары. Просветительская деятельность, которую проводит Сергей Иванович, деятельность по поддержке молодежи очень важна. И она имеет хороший очень результат. Более 40 тысяч зрителей за это время прошло через ваши концерты только в Самарской области. Подумайтесь в эту цифру. Огромная работа проводится с детьми, с начинающими музыкантами. По территории всей области ездят Сергей Войтенко и его ребята. Соответственно, проводят творческие встречи, находят молодых звездочек, помогают им раскрыть свой талант, дают большую дорогу в искусство. Дуэту «Баян-микс» в этом году исполняется 10 лет. Упускники обычной Самарской музыкальной школы скоро отправятся в мировое турне в честь своего юбилея. Их педагог Алла Кац уверена, «Баян» шагает по планете благодаря ее выпускникам. Самара у нас не только космическая, не только самые красивые девушки в Самаре, но еще и первый «Баян» все-таки изобретен был в Самаре. Ольга Морозова, Григорий Плешаков, События. Историю любви дерева и шелка. Самарская художница и армянский резчик по дереву готовят необычную выставку. Творчество в чистом виде. За процессом наблюдала Марианна Мирная. Легкая россыпью гранаты инсталляция превращается в произведение искусства. Твердое дерево и воздушный шелк, стамески и кисточки. Армянский скульптор и русская художница случайно нашли друг друга. Армен Шахназарян увидел работу Алены Самарцевой в социальных сетях и решил, почему бы не объединиться и не создать что-то красивое, уникальное и необычное. Называется «Единство». Я пока так называю. То есть они вместе. И вот начали откуда-то. Идут вместе, видно где-то, а где-то не видно. Но они все равно вместе. То есть смысл работы вот такая вот. И шар для меня, не только для меня. Это как бы и мир, и единство, и жизнь, и начало. То есть основа всего. Обычно это шелковые картины. Обрамляют резными рамками. У Алены и Армена все наоборот. В центре внимания скульптура. А расписные шарфы окутывают дерево и создают непередаваемый уют творческим работам. Это разные стихии. То есть если дерево – это нечто природное, то, что выросло, то, что дарит нам природа, то шелк – это все-таки изобретение людей. А уж живопись по шелку тем более. И то, и другое искусство. И мы искусство природы обрамляем своим. Над выставкой они работать только начали. Впереди еще много кропотливого труда. Сейчас на повестке «Виноградная лоза». Идея пришла, конечно, из Армении. Мариана Мирная, Григорий Плешаков. События. Победили и с триумфом вернулись в Самару. Танцевальный коллектив «Фантазия» стал чемпионом России по народным танцам. Ребята соревновались больше, чем с 40 коллективами из 9 федеральных округов. С лауреатами первой степени встретилась Алина Чемерес. Чемпионы России по народным танцам Катерина и Вадим с гордостью показывают свои награды. Считая, кубки сбились. За время существования коллектива «Фантазия» их набралось под сотню. На последнем соревновании стали лауреатами первой степени. Ребята настолько привыкли всегда и везде быть первыми, что серебро и бронза – повод для расстройства. Расстраивались, когда получали вторые места, третьи. Это для нас обидно все равно. Иногда это бывает из-за нечестности судей. Но мы это принимаем. Ребята говорят, чувства, которые испытываешь, выходя на сцену, ни с чем не сравнимы. Отказаться от этого невозможно. Вот стоишь за кулисами, прям перед выходом. Потом раз, вышел, танец там минуты четыре, там пять. И вышел, и сразу уже конец. И вот не запоминаешь, что ты делал. Прям вот все на автомате. Мышцы сами помнят, сами все делают. Тебе главное улыбаться. И вот этот адреналин, вот это, да, ощущение такое. На самом деле ни с чем не сравнимы. Ну, никак его не описать. Коллектив «Фантазия» появился в 93-м году на базе 154-й средней школы. За это время из него вышли десятки талантливых танцоров. Некоторые из них возвращаются после окончания школы уже в другом качестве. Эмилия Крупенникова сама училась в этой школе и танцевала в «Фантазии». Теперь делится опытом с подрастающим поколением. Есть такие моменты, когда они чего-то не хотят, что-то боятся, что-то хотят новое узнать для себя. Но мы стараемся им дать показать, в первую очередь, показать мир. Поэтому мы конкурсы определяем, какие-то поездки, именно хореографические. Даем им базу для развития. Стараемся так влюбить детей в танец, чтобы, выйдя из школы, они так и шли по жизни танцуя. Следующая поездка коллектива – международный танцевальный конкурс в Санкт-Петербурге. Организаторы пригласили «Фантазию» без отборочного тура. Алина Чемберис, Мария Анна Мирная, Станислав Левин. События. Все о спортивных достижениях самарцев знает Сергей Кизоркин. И я передаю ему слово. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Самарские юниоры завоевали 12 медалей на первенстве по Волжье под дзюдо. Самарские теннисистки – одни из лучших в стране. Подводим итоги турнира ТОП-12. Мегалада – главный претендент на Кубок России по спидвею. Никита Толокнов и Игорь Сайдулин в тройке лидеров первой финальной серии Кубка России по мотогонкам на льду. Первое место у Сергея Караченцева из Уфы. Мегалада Витстолокнов отстает от лидера на 6 очков. Третий результат у Сайдулина. У него минус 8 баллов. Впереди еще два этапа Кубка страны в марте – в Нефтекамске и Югорске. А вот самарские дзюдоисты уже завоевали звание чемпионов. С первенства по Волжье они привезли 12 медалей. Две золотых, три серебряных и семь бронзовых. Награды высшего достоинства завоевали Никита Верещагин и Александр Курнакин. Все призеры получили путевку на первенство России. Где, по словам тренерского штаба сборной команды области, нужно будет преодолеть психологический барьер. И тогда можно будет рассчитывать на золотые медали всероссийского турнира. Теннисисты пока с золотом на всероссийских соревнованиях не радуют. На прошедшем в Ленинградской области турнире по настольному теннису ТОП-12 12 сильнейших спортсменов страны в четырех возрастных категориях юноши и девушки определяли лучших. В этом году самарские мастера ракетки завоевали три серебряные медали. Эрика Кварчия категория до 12 лет, Екатерина Зеранова до 16 и Валерия Щербатых до 19 лет. Среди самарских юношей лучший результат показал Артем Зимарин до 19 лет. Он шестой. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Сегодня в эфире телеканала Самара ГИС в 20.30. Не пропустите программу с участием главы Самары Олега Фурсова, где будут подняты актуальные для города темы. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал Самара ГИС в кабельных сетях города. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго и до встречи. Продолжение следует... Продолжение следует...